В преддверии Дня славянской письменности и культуры курская молодежь поучаствовала в конкурсе грамотности. 24 мая церковь почтит память создателей азбуки святых Кирилла и Мефодия. А студенты филфака решили отметить события лингвистическим брейн-рингом, где продемонстрировали знания родного языка. Своих ближайших соседей слева они называли немцами. Время! Помимо студентов в этом году в соревнованиях приняли участие школьники 44 гимназии, даже иностранные слушатели филологического факультета. История происхождения, сравнительное языкознание – все это будущие специалисты должны знать на отлично. Ирина Ять, кстати, буква славянского алфавита, является символом победы лингвистического брейн-ринга. Это очень интересно и полезно для нашего языкознания, как русского языка, поэтому мы решили так участвовать. Еще если смотреть в переводе брейн-ринга, это «Игра мозга», и тут, наверное, главная скорость. Я считаю, что это развивает командный дух, это сплочает нашу группу, ну и, конечно же, это дает возможность посоревноваться с другими курсами. Сегодня в Курской области проживают представители 130 национальностей. Всех их объединяет одно – русский язык. Уважение к нему и желание совершенствоваться. И привело ребят к участию в состязании. Русский язык, лингвистические науки – это не только классика, да, а живой процесс. И когда дети оказываются в соревновательных условиях, они, конечно, проявляются по-новому. Это здорово. Это всегда очень эмоционально. Редактор субтитров А.Семкин